Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас тема короткая, но важная и интересная. Речь пойдет о проведении опросов и голосовании в Facebook. Зачем нужны голосования? Для того, чтобы повысить увлеченность аудитории, увеличить охват. Это интерактив. Людям интереснее взаимодействовать с вами, чем быть пассивными свидетелями, получателями информации. У них есть мнение, они хотят его высказать. И самый простой способ дать им такую возможность это набрать в поисковой строке Facebook слово poll, то есть голосование. И в принципе первое же приложение, которое выскочит, нам вполне подойдет. Раньше в Facebook была возможность устраивать опросы штатными методами. Это то, что до сих пор сохранилось ВКонтакте и это удобно. Но сейчас такой возможности нет и приходится пользоваться сторонними приложениями. Выбираем form poll. Язык русский. Здесь заголовок. Здесь вступительный текст с кратким объяснением, что нам нужно. К тексту можно применить минимальное форматирование. Здесь расширенные настройки. Ну, минимально расширенные. Можно, например, предложить голосующим подписаться на вас или выбрать, единожды ли можно проголосовать или раз в день. Можете разрешить голосующим смотреть статистику по голосованию. Ну, то есть настроек немного, но много тут и не надо. Следующий этап, собственно, постановка вопроса. Придумываем вопрос. Выбираем тип ответа. Чаще всего подходит просто multiple choice. Тут тоже минимальные настройки. Обязательный ответ. Сделать результаты публичными и случайная перетасовка ответов. Save next tape. Это превью. Посмотрели. Все нормально. Проголосовали. Голосуются. Следующий шаг. Публикация. Можно выбрать свою фотографию. И теперь публикуем на своей странице. Пишем вводный текст и нажимаем опубликовать. Опрос появляется в ленте. Заходим. Голосуем. Смотрим результаты. В целом все отлично, кроме того, что посетители не могут проголосовать сразу, а им приходится переходить по ссылке. Если вы хотите, чтобы можно было проголосовать со страницы и у вас появились дополнительные возможности, вам сюда. Платный аккаунт. Недорого, но и не бесплатно. Вообще, к сожалению, все приложения для Facebook с голосованием платные, либо очень ограниченные по функционалу. У этого приложения, например, ограничение в 40 голосов по одному опросу на бесплатном аккаунте. Но ничего не поделаешь. Остается ждать, когда Цукерберг вернет опросы штатными методами. Что еще сказать? Свой опрос вы всегда можете найти, если наберете пол в поисковике Facebook. Приложение теперь связано с вашим аккаунтом и вы попадете в него, если выберете пол. Можно, например, добавить еще один вопрос. Мы спрашивали, где ловить омуля, теперь поинтересуемся на что. Теоретически можно добавить фото, но видите, он пишет, что это фича платного аккаунта. А, а при этом фото все равно добавил. Странно. Просто я никогда не вставляю в фото вопросы. Мне кажется, лучше не захламлять страницу. Что еще? Ну, давайте вернемся в конфигурации и посмотрим, что там еще есть. Там есть текст благодарностью за участие и закрывающий текст. Теперь опубликуем опрос. Можно добавить опрос на страницу организации в ссылку приложения. Вот так это примерно будет выглядеть. Здесь есть код, который через iFrame можно вставить на ваш сайт. И опубликуем еще раз, посмотрим на результат. Создавая опросы, вы не только повышаете охват, вы еще помогаете людям, даете им иллюзию, что их мнение кому-то важно у нас. Создайте опрос, нравится ли вам платные парковки в спальных районах. И введите, кроме граф да и нет, графу расстрелять того, кто это придумал. И с какой радостью люди будут голосовать. Ну и что, что это никак не повлияет на количество платных парковок, например, Берулева. Я высказался, меня кто-то услышал. Все, любите друг друга и пусть люди голосуют за любовь. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.